МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семья Салимовых переехала в Таиншу из упразднённого села Тапшира Байского сельского округа. В одной квартире проживает три поколения. У нас здесь на первом этаже административный блок. Помогают в Таиншинском районе и пожилым. В местном центре социального обслуживания «Надежда», который работает с 2006 года, проживает 97 человек. Самым пожилым постояльцем 98 лет. Условия здесь стараются приблизить к домашним. Глава области смог убедиться, что старики получают достойный уход. Здесь сколько? Четверо? Четыре человека. Не тесно? Нет. Гауэс Нурмухамбетов встретился и с проживающими в центре. Он выразил почтение представителям золотого возраста, пожелал им долголетия, а также поздравил их с наступающим праздником. С праздником всех, днём весеннего равноденствия, с праздником Устного луна, с наступающим праздником на Урос хочу всех поздравить. Вы сегодня знаете, празднование на Урос в этом году имеет новые видения, концепции празднования. Одна из старых проблем района – грядущие паводки. Подготовка к ним – серьёзный многоступенчатый процесс. Река Чаглинка каждую зиму смывала мост к селу Заречному. Ремонт должен решить эту проблему, говорит подрядчик. В планах установить железобетонные фундаментные трубы большого диаметра. Работы начнутся в июне и продолжатся три месяца. Бюджет составил более 318 миллионов тенге. Гаоснур Мухаммедов оценил готовность специалистов и техники к паводку. Все должны работать слаженно, чтобы оказать помощь не только своему району, но и соседним. Письмо написали по ЧАЭСу. Сейчас проведём комиссию и будем писать письмо на имя министра чрезвычайных ситуаций. Сейчас это пятний сезон закончится, чтобы мы в этом направлении закрыли. Хорошо. Техника, имеете в виду? Есть, есть. Чтобы не получилось у него, знаешь, не получилось. Это всё проходило. Вот, завтра у него техники не будет, завтра у него ЧАЭСа не будет. Тасмагомедов не получилось, скажет, что кое-что не получилось. Вот, вас тоже хочу попросить, вот на контроле держите. Не будет ничего, с областного бюджета будем давать, иметь в виду, сразу предупреждать. Вот в том направлении мы должны технику на следующую зиму обеспечить. И она должна находиться в Алиханском районе. Полиция занимается не только охраной общественного порядка, но и оповещает население. При необходимости может оказать помощь. Немаловажно и оперативно восстановить электричество в случае ЧАЭС. Готовность к паводку, ответственность каждого. Об этом ГАЭС Нурмухамбетов напомнил на кустовом совещании, которое стало финальным мероприятием в посещении Таиншинского района. Посещение Таиншинского района ГАЭС Нурмухамбетов начал с осмотра Драгомировской средней школы. Здание построили в 1968 году, а в 2021 его признали аварийным. В целях безопасности к началу третьей четверти 128 учащихся школы временно перевели в другое здание. В школе, которая уже больше полувека, есть проблемы с кровлей, идут трещины по стенам. На строительство нового здания выделено 1,2 миллиарда тенге. Проект готов? Конкурс уже проведен? Компания есть подрядная? А какой подрядчик? Зертел? А внутрь, отлично, хоть зертел вышло. Это же наша компания. Новое здание появится на территории существующей школы. К возведению подрядчик приступит уже через неделю. По заверениям компании, строительство займёт всего пять месяцев. Старую постройку было решено пока оставить, но администрация планирует позже заняться её сносом. Пока здесь заняты будущими объектами. Подборная башня, котельная, футбольное поле и уличные тренажёры. Она будет размещена лицом к вышлицам. На заводе Кукщестрой в Таинше почти 11 лет производят трубы из полиэтилена для газа и воды, стальные трубы для тепловых сетей. Сырьё для производства закупают в Новосибирске и Казани. Эти трубы поставляем в Шантубе. Вот эта труба предназначена для водопровода. Гарантия на неё 5 лет. Срок службы 50 лет. Вот эта голубая полоска означает, что труба предназначена для воды. Жёлтая – для газа. Ещё мы делаем трубы для канализации и под кабель. ТОО «Кукщестрой» также производит ПВХ окна и двери. В компании трудится 50 человек. Средняя заработная плата – 300 тысяч тенге. Гаоснур Мухамбетов также посетил районную больницу. Здесь обслуживают почти 40 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 400 посещений, а в стационаре – 120 коек. В районе есть 5 врачебных амбулаторий, 4 ФАПа и 54 медпункта. Но за более серьёзной медицинской помощью жители едут в многопрофильную межрайонную больницу. 62 врача у нас работают по району, 283 средних медработников. В 2023 году 9 врачей прибыло. Дефицит кадров 10 врачей. Но из них мы уже анестезиолога-реаниматолога сейчас ждём в Западно-Казахстанской области. Из-за наших подъёмных, в принципе, готов доктор переехать. Врача-онколога мы уже приняли на работу на той неделе. Врач-оталаринголог. У нас 4 хирурга сегодня в штате. Одного из них отправим на учёбу. Он вернётся, будет врачом-оталарингологом. Повышает свою квалификацию и врач лучевой диагностики. Он учится в медицинском университете Астаны. Не хватает больницы кардиолога, травматолога, акушеров-гинекологов и двух педиатров. У руководства учреждения обширные планы. Здесь добились хорошего материально-технического обеспечения. Закупили оборудование на 211 миллионов тенге. Стоматологических две установки – функциональные кровати для родов, гинекологический с гидрофилическим управлением кресла, панорамный рентгеновский стоматологический аппарат, в котором мы очень сильно нуждались, потому что пациенты, которые обращаются к стоматологам, сегодня стоматологи без рентгена ничего не делают, пока не знают состояние зубов. Мы его установили уже, запустили. В больнице 87% нового оборудования. Благодаря ежегодному финансированию сотрудники смогли отказаться от обслуживания посторонними компаниями. И полный спектр обследований проводят самостоятельно. Такие виды исследований нужны. Доктора сегодня, не направляя пациентов ни в Кокшетау, ни в Петропавловск, могут проходить здесь. Гаос Нурмухамбетов познакомился с молодыми специалистами и пожелал им успехов в их нелегком труде. Также глава области выразил надежду, что благодаря государственной поддержке новые кадры пожелают остаться в регионе. Как уже, наверное, ваш руководитель сказал, одна из тех областей, которые сегодня хорошую сумму пособий платят, одно из высоких. Поэтому самое главное, конечно, чтобы люди приезжали, молодежь обзаводилась семьями, оставалась. Для этого надо, конечно, создавать условия. Завершение встречи с медицинскими работниками Гаос Нурмухамбетов поздравил врачей с наступающим праздником на УРЭС. В Североказахстанской области, где зимы холодные и снежные, подготовка к весенним паводкам является неотъемлемой частью жизни местных жителей. Особенно это важно в преддверии активного таяния, когда риск наводнения значительно возрастает. Основательно к этому делу подошли в Казалжарском районе. Также у нас на учете все и также животные, для эвакуации животных у нас более 2000 готов. Голов по разным видам это и кони, и птица, и крупно-рогатый скот, мелко-рогатый скот, и также пчелы. Для обеспечения людей эвакуацией, питанием, эвакуацией животных у нас на сегодняшний день заключено 147 договоров намерения. Это для питания, на размещение населения, на медицинские препараты, на ГСМ и также для размещения животных. Глава региона также посетил приемный эвакуационный пункт в селе Прибрежное. Там ГОЕС Нурмахамбетов проинспектировал спортивный зал средней школы, потенциальное место спасения местных жителей и встретился с волонтерами. Ну, опыт с 17-го года у ребят есть? Кто-то был? Мы участвовали в волонтерской организации, спасали людей, эвакуировали сюда КРС, МРС, метро. Все мы знаем, что это было реализовано. Аким Североказахстанской области выразил благодарность участникам волонтерских движений. Он отметил большую роль добровольцев в чрезвычайных ситуациях. Мы надеемся, когда какие-то чрезвычайные ситуации бывают, волонтеры оказывают посильную и первую помощь. Наряду с нашими сотрудниками Департамента чрезвычайных ситуаций, наряду с нашими инспекторами полиции, наряду с нашими военными. Волонтеры всегда на береговой. Поэтому я волонтерам всегда хочу сказать большое спасибо. Следующая остановка Акима региона в его рабочем визите стала село Тепличное. В этом году для откачки воды районам приобретено 4 новых мотопомпы мощностью от 60 до 350 кубических метров в час. Постоянно вывозится снег, чистятся трубы под дорогами. Произведено очернение полей. У нас подготовлено 13 вакопунктов. Инертный материал порядка 3700 тысяч километров. Имеется в наличии также запас. Сейчас мы уже подготовили 4500 мешкотары запас. План доведем до 6000. В целом по всему району у нас 19 брикад. Вовлекаем порядка 57 человек. В целях организации всей этой работы у нас 165 единиц техники. Туда входит и тяжелая техника, К-700, потом автомобили разных модификаций, 18 мотопомп, насосов, 2 АС-машины. Аким области сделал замечание местным властям. Он поставил задачу приложить больше усилий в подготовке к паводкому сезону. Сколько мешкотара было в прошлом году затарено? 16 тысяч штук. А мы сегодня хотим 6 тысяч и на этом обойтись. 16 тысяч я ставлю вам задачу, чтобы было как минимум. А в 2017 году сколько использовали? Порядка 28 тысяч. Более 70 тысяч. А что такое 6 тысяч? Паводок через 10 дней начнется. Вы как хотите на 6 тысяч обойтись? Глава региона узнала состояние транспорта, используемого во время паводков. Также он поручил взять на контроль этот вопрос. У нас порядка 10 машин есть в самом Бишкуле. Потом надо будет посмотреть, я прошу вас, ревизию сделайте по АС-машинам, которые сегодня, знаете, топливо возят. Такие, может быть, пригодятся. Надо будет на контроле держать. В областном центре насчитывается 109 километров сети ливневой кинализации открытого типа. Из них осталось прочистить 11,5 километров. Также в городе есть 113 адресов, находящихся в зоне риска. В основном это дома в Низине. По подготовке к паводку задействованы сейчас у нас, получается, аварийные мастерские, экскаваторы, колесные экскаваторы, погрузчики, погрузчики, тракторы с КУНом, с баровой установкой, КАМАЗа, самосвалы. Получается, спецтехники 36 единиц. Паровая установка передвижная, каналы промывочные, машины на базе КАМАЗ. Также у нас качественная техника на данный момент это 7 единиц, 2 лососа, 7 заточка, машина. На конкурс выставили еще 15 единиц. Следующим этапом рабочей поездки главы региона стало совещание в Козлужарском районе Макимати. В нем приняли участие Акима Исильского, Маблюдского, Жамбылского, района Макжана Жумабаева и глава Петропавловска. С докладом о прогнозируемой погодной обстановке выступила директор филиала КАЗ Гидромет. На 10 марта запас воды в снежном покрове на севере области составляет 86-141 мм, что превышает норму и значение 2023 года на 18-80%, местами до двух раз. Глубина промерзания на сегодня составляет от 48 до 148 см, что в среднем меньше прошлогодних значений на 28 см. Для Исильского и Козлужарского района наибольшую угрозу представляют половодие на реке Исиль. По словам специалиста, по реке Исиль в приток в Сергеевское водохранилище объемы влагозапасов выше среднемноголетнего значения на 66%. Прогнозируется начало подъема уровня воды на малых реках в области в начале апреля. На реке Исиль в Североказахстанской области ожидается начало подъема уровня воды за счет местного 100 к 3-6 числу следующего месяца. Развитие паводка зависит от погоды. Прогноз прокомментировала Аким области. По прогнозу КАЗ Гидромета, вы видите, что сегодня за март месяц нас КАЗ Гидромет не то что устраивает. Это сегодня, будем говорить так, надеяться надо и полностью готовиться к паводку. Но все мероприятия принять и предпринять меры для минимизации последствий паводка, прохождения паводка. Поэтому все мероприятия надо в усиленном режиме проводить. Но что касается, конечно, прогноза, то, что в течение светового дня, в течение марта месяца будет все-таки плюсовая положительная температура и ночью будет вымерзать, это только на пользу, я думаю, и Акимам районов и нашему населению. Руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям рассказал о работе районной администрации в преддверии сезонных явлений. Акимату Мамлюцкого района было сделано замечание за непроведение в летний осенний период мероприятий по подготовке к предстоящему паводку. Непроведенная работа по обновлению и укреплению защитного земляного оболования протяженности 1,5 километров в городе Мамлюцка, что в свою очередь может повлиять на безопасное прохождение паводка. В текущем году во исполнении вышеуказанного мероприятия Акимата Мамлюцкого района денежные средства предусмотрены. Вместе с тем необходимо принять все необходимые меры по недопущению подтопления жилых домов на данном участке. Хотелось бы обратить на это внимание. Высота снежного покрова в Мамлюцком районе составляет 37 сантиметров, что выше на 10 сантиметров, чем в 2023 году, но меньше на 9 сантиметров, чем в 2016 году. Тогда был зафиксирован больший уровень подъема воды. В паводковой зоне находится райцентр, город Мамлюцка. Проведено обследование подсобных хозяйств, переписано количество голов скота для того, чтобы принять меры в случае эвакуации. В красной зоне в городе Мамлюцка находится 6 домов, проживает 13 человек. Домашнего хозяйства и скота у этих домов и домохозяйств не имеется. В целях безопасного проведения весеннего паводка разработан и утвержден план основных мероприятий. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также Акимобласти выразил недовольство работы Акиматов Жамбылского района, Североказахстанского управления пассажирского транспорта и автодорог за ненадлежащий контроль подготовки к весеннему паводку. Некачественные очистки водопропускных труб. Он подчеркнул, что ответственность к встрече периода активного снеготаяния лежит на главах районов. Если сегодня поздно прошли где-то конкурсы, это вы виноваты, как Акимобласти. Я что, я вам не говорю, что вы что-то незаконно делали. Но с такой расчисткой дорогой мы ожидаем прораны на наших трассах. Снега очень много, поймите. Я вам сказал, любой проран, Акимов предупреждает, любой проран, который будет на трассе, будете персональной ответственности. У нас не так много денег, чтобы сегодня за вами, за вашим головотяпством устранять. Не надо мне ипатовским методом, что вы сутками, работая, до 10-го числа очищаете водопропускные трубы. Вам дана команда до 20-го числа очистить. И до 20-го числа очистите, пожалуйста, так, как должны вы чистить. В завершении беседы Аким региона поручил управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог закончить инвертиризацию сил и средств, заключить договоры на аренду тяжелой техники, осуществлять расчистку всех водопропускных труб и каналов. Также поставил задачу обеспечить необходимые запасы инертного материала, всего за благовременным размещением в поводкоопасной зоне. Заседание областного Акимата началось с назначения. Приказом председателя АО «Казпочта» Сымбат Кудайбергенов назначен директором регионального филиала Североказахстанской области. Ранее он занимал должность заместителя директора Южного информационно-логистического центра филиала «Казпочта». Сымбат Жакыпович родился в 1991 году. Уроженец Алматинской области. Окончил Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности экономика. В разные годы он работал специалистом филиала АО «Казактелеком», генеральным менеджером «Казпочты», а также директором частных организаций. После назначения на заседание областного Акимата началось обсуждение показателей социально-экономического развития. По итогам двух месяцев он составил 109%. Что касается сельского хозяйства, общий объем достиг 23,5 миллиарда тенге. В сфере животноводства количество продукции увеличилось на 3,5%, молока на 14,7%, яиц на 4,5%. Однако производство мяса уменьшилось. Снижение допущено в районах Казалжарском на 37,8%, снижение допущено в организованных хозяйствах. В Алиханском районе на 23,2% снижение допущено в связи с пересчетом статистических данных. В районе Макжан-Жумбаева на 22% снижение допущено по причине пересчета статистических данных. В Амлюцком районе на 9% причина снижения вывоз поголов в течение января-февраля за пределы области. За январь-февраль 2024 года произведено промышленные продукции на 91,7 миллиарда тенге. Петропавловский объем добычи за два месяца социал 59,5 миллиарда тенге, что на 6 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается показателей в сфере строительства, в этом году сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. За счет населения введено 9497 квадратных метров или 83% от общего объема. Увеличение ввода жилья обеспечено 11 районами. При этом наиболее высокие темпы сложились в таких районах, как Мамлюцком, Валихановском, Таиншинском, Габитамусрепово, Каинском, Акжарском, Макжано-Жумбаево, Козлжарском, Исильском и Темирианском районе. Следует отметить, что по итогам двух месяцев текущего года область занимает лидирующие позиции среди регионов республики по исполнению бюджета. 21 миллиард 139 миллионов тенге поступило в местную казну. Это 11,7% от общего плана. В областной бюджет поступило 12 миллиардов 11,4 миллиона тенге или 110,3%. Перевыполнение 1 миллиард 118,6 миллионов тенге. В городской районные бюджеты поступило 9 миллиардов 127,7 миллиона тенге или 113,7% от плана. Перевыполнение сложилось в сумме 1 миллиард 96,4 миллиона тенге. Расходная часть бюджета по состоянию на 1 марта 2024 года исполнена на 99,9%. По итогам января-февраля в регионе наблюдается положительная динамика общего развития. Однако в ряде регионов показатели снизились. Глава региона поручил администраторам бюджетных программ, Акимам районов и города Петропавловска взять на особый контроль использование средств. Каждые бюджетные тенге, уважаемые коллеги, должны вкладываться именно в виде, и людьми ощущаться нашими населениями, в виде построенных наших дорог, в виде построенных наших школ, в виде построенных наших социальных объектов. Поэтому прошу вопросы по взысканию задолженности по налогам и пополнению нашей налогоблагаемой базы в виде доходов брать и взять на контроль. Аким отметил, что необходимо совместно с Управлением экономики и финансовым ведомством сформировать перечень проектов для дополнительного финансирования из республиканского и местных бюджетов. Глава региона акцентировал внимание на важность контролирования государственных средств. Первая из пришедших на прием главе области – Кристина Шмидт. Девушка говорит, что после развода с мужем осталась без крыши над головой и с двумя детьми на руках. Жительница Петропавловска стоит на 267 месте в очереди на выдачу жилья, поскольку является сиротой. Аким города Серик Мухаммедиев сообщил, что Кристине Шмидт будет предоставлена комната для временного проживания в общежитии. В сегодняшний день очередь сейчас уже, ну просто в портале еще нету звига, она сдвинется на 160 человек детей сирот. И у нас в планах еще 30 квартир в этом году, мы выдаем детям сиротам, 28 квартир точнее. И, ну, я думаю, что ваша очередь значительно сдвинется и будем надеяться, что в следующем году получится. Жительница города Татьяна Ковалева пришла на прием к Акиму области с просьбой предоставить здание для детского реабилитационного центра «Мой ребенок». В настоящее время он располагается в одном из подвальных помещений, из-за чего его периодически топят. Приходится постоянно останавливать свою работу. Татьяна Ковалева также сообщила, что многие родители стремятся попасть в частные центры, поскольку в государственных их не устраивает квалификация специалистов. Акимул Бастегой из Нурмахамбетов поручил руководителям соответствующих ведомств взять на контроль и решить данный вопрос. Прибывший на прием Александр Неклюдов жалуется на затопление своего дома, расположенного по улице Жумабаева. Как говорит житель, вода, поступившая в его дом, перекачивалась собственными силами. Сейчас он вынужден арендовать жилье, так как его прежнее место жительства непригодно для проживания. По его словам, эта ситуация возникла после ремонтных работ дороги. Новую канализацию сделали, видимо, не подсоединили, что-то пошло не так. Но, в общем, вся вода скапливается у нас на территории, на другой половине вот этих домов, которые ближе к казахстанской правде. Теперь любой дождь, весной, осенью, теперь там круглые сутки вода. Я ее выкачивал, не выкачивал, теперь она там стоит просто и никуда не уходит. ГАУЕС Нурмахамбетов поручил Акиму города посетить данный дом и решить проблему. Глава региона отметил, что будет держать этот вопрос на своем контроле. Всего на прием к Акиму пришло шесть человек. Вопросы Ернара Рахимжанова, Максима Ищука, Кристины Белых и Людмилы Хроминой были доведены до сведений Акима области и глав ведомств. Яркое солнце, свежий воздух, позитивные горожане настроены и хорошо провести время. В поселке Барки в день национальных видов спорта собрались участники массового лыжного забега на 600 метров. Областной центр принял челлендж от Костанайской области. Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы наши земляки от мала до велика могли заниматься различными видами спорта. Строятся новые спортивные объекты. Идет строительство двух физкультурно-озвращительных комплексов, а также двух крытых хоккейных кортов. В Петропавловске начато возведение центра настольного тенниса на 24 стола. Выделены средства на средства крытого хоккейного корта в селе Бескольн. Хочу пожелать вам удачи, успеха в делах и получить заряд бодрости и хорошего настроения. Поздравляю с наступающим праздником на Урос Мираме. Участие в массовом лыжном забеге смогли принять профессиональные спортсмены и любители. Всего около 300 человек. Я являюсь тренером по лыжным гонкам, биатлону в городе Петропавловск возле США имени Казбека Байболова. Тренером работаю третий год. На данный момент привез порядка 20 моих детей. Меня учил Думан Маратович. Мне очень нравится. Я уже хожу год. Я участвую во многих соревнованиях, но один раз я получила медаль. Так как дистанция небольшая, гонка была достаточно быстрой. Профи бежали в первых рядах и быстрее других достигли финиша. Любителям понадобилось чуть больше времени, чтобы преодолеть 600 метров. Всем участникам забега вручили памятные медали. День национальных видов спорта для сверхказахстанцев подготовили много состязаний. Пройдут соревнования по национальным видам спорта. Это республиканский турнир Кажаберген-Жарау, Казахша-Курес, Ассы-Кату, Тугыск-Кумалак. Также в планах у нас сегодня в село Пресновка Джамбульского района открыть физкультурно-задительный комплекс. Там также пройдут соревнования по национальным видам спорта. Скачки в поселке Бесколь Казалжарского района. 20 марта в Высшем Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже прошел чемпионат по национальным видам спорта. На семинаре для фермеров выступили опытные специалисты из Астаны. Во второй день мероприятия участники посетили товарищество Новомихайловское 2003 и ознакомились с составом кормов для крупного рогатого скота. Есть программы, которые составляют специальный рацион. Благодаря им мы оцениваем качество кормов в лаборатории. В результате данные передаются механизаторам. Они уже кормят скот два раза в день. Крупно-рогатый скот взвешивают раз в месяц и наблюдают темп роста. Если набор составляет один килограмм, это хороший показатель. В товариществе Новомихайловское 2003 трудятся более 150 человек. Направление – мясное животноводство. Здесь насчитывается около 700 голов КРС, разводят казахскую белоголовую породу. Утром приезжают на нас механизаторы, раздаем сенаж, потом кормач из силоса сенаж раздаем, дроблёку кормач засыпаем полностью. Утром кормим, в обед кормим. Мужики у нас управляются, здесь поят, кормят полностью. Здесь в подчинении у меня работает 12 человек. На сегодня в Североказахстанской области действует порядка 150 хозяйств мясного направления. Заркэн Тайшибая – известный профессор, который более полувека трудился и внёс неизмеримый вклад в образование и науку. На мероприятии представили книги и труды академика. Красную ленту открытия кабинета Заркэна Тайшибая, что находится в 6-м учебном корпусе, перерезали председатель общественного совета Жараспай Сулейменов и исполняющий обязанности ректора университета Рината Апергенова. Заркэн Тайшибая в 2001 году открыл кафедру журналистика в Североказахстанском университете. С тех пор выпущено более 100 специалистов, каждый из которых сыграл свою роль в становлении отечественной журналистики. Всего на кафедре сегодня обучается более 200 студентов. Я поступил в этот университет в 2003 году. В 2007 году закончил. Я третий выпускник университета. Заркэн Тайшибая – один из первых моих учителей. Мы многому научились у него. Я думаю, что сегодня журналисты региона добиваются успеха. Именно благодаря нашему учителю Заркэну Тайшибаю. Он привил нам правильную журналистику – работать на благо общества. Профессор Заркэн Тайшибай провёл ряд исследований не только в журналистике, но и в области истории краеведения. В преддверии праздника Наурыз выпускники нашей кафедры, а также коллеги, преподаватели кафедры журналистики Карагандинского государственного университета помогли открыть эту аудиторию. Наш коллега Заркэн Тайшибай внёс большой вклад не только в область филологии, но и в краеведческую науку. В этом году факультету истории, экономика и права исполняется 10 лет. Он состоит из пяти кафедр, обучается около тысячи студентов. Благодаря финансовой поддержке представительниц Совета деловых женщин при палате предпринимателя по Северо-Казахстанской области в школьном кабинете произведён ремонт. На сегодняшний день центр оснащён интерактивной панелью, юртой, национальными костюмами и новой мебелью. Сейчас такое время, когда очень много соблазнов и хотелось бы выстроить для них правильные ориентиры и ценности. Должно быть больше любви, патриотизма. Вот как-то хочется этого всего в подрастающем поколении, потому что мы должны понимать, кому мы оставим будущее нашей страны. Популяризация государственного языка, прикладного искусства и приобщение к казахской культуре – главная цель Центра этнопедагогики. Для детей с 1 по 11 класса школы здесь будут проходить различные тематические уроки и дополнительные занятия. Я полагаю, что вот этот кабинет уже 15-й в нашей школе, который полностью прошёл трансформацию, будет ещё одним уютным местом, где ребятам будет комфортно учиться. И самое главное, здесь они будут проникаться многовековой культурой, традициями казахского народа. И, наверное, они ещё большим урожением будут относиться к казахскому народу и знать его. В перспективе Центр планирует приглашать талантливых специалистов, чтобы обучать школьников творческим навыкам.